Основатель банка Тиньков Олег Филимонович Тиньков Теперь, если говорить честно и открыто, ну просто кусок говна Если после прошлого обзора до вас не дошло, что Тиньков кусок, как выразился Амиран, говна, такой плотный котяк Большой такой То сегодня мы остановимся поподробнее, чем же еще знаменит Олежа, кроме того, что лижет задницу хозяину Альфа-банка Михаилу Фридману Олежа, что-то у меня так задница зачесалась, сил нету Твои ответы, они всегда очень цельные На теле знуть Я, кстати, для тех, кто не видел, очень советую выступление Михаила во Львовском университете Миш, давай, Олежа, давай Миш, а давай в этот раз лучше чисткой обуви обойдемся Давай, Олежа, давай Ну это как-то за уши притянут, может не лижет на самом деле Number one, но он еще сейчас еще и самый богатый, number one в корпусе, так что начинаем сразу с number one Михаил, тебе слово Спасибо большое, мне приятно принять участие в этой передаче Не лижет Это все придумали мы На самом деле, это просто мое нормальное поведение, если оно кого-то шокирует и кто-то считает это эпатажным, на мой взгляд мне их жалко На мой взгляд мне их жалко, на мой взгляд мне их жалко После обзора на Хача представитель банка Тинькофф заявил нам Добрый день, у меня только один вопрос есть Разглашение частных переговоров в некорректной интерпретации, это норм тема? Для пиара своего, конечно же То есть в Тинькофф банке считают, что мы как-то некорректно процитировали интервью Хача с сайту life.ru А? Это нормально? Раз так, еще разочек процитируем, нам не трудно Надо просто делать вывод друзьям Олега Тинькова Насколько я знаю, он дружит с Михаилом Фридманом Если он втихую предлагает порезать карту, обосать, обосрать Бизнес человека, которого он всегда говорит, что уважает, а за спиной так делает Это просто показатель сущности человека И, ребят, представитель Тинькоффа попросил нас сделать максимально честный обзор на своего работодателя Что сказать? Других не делаем? Течет ручей, бежит ручей И я ничья, и ты ничей Течет ручей, бежит ручей И я ничья, и ты ничей Святой источник Вода моя Все бизнесы Тинькоффа это маркетинговые пузыри И как только они на стадии всхлопывания, он их грамотно продает После чего они благополучно загибаются На твой взгляд, где ты блестишь лучше всего? Ты ведь блестел в разных местах Я сам? В пельменях Бадарья И в пивзаводе И все это удачно продавал Но без бриллианта там тоже переставало блестеть со временем Ты лично, Олег Тинькофф Ты лично, Олег Тинькофф Где блестишь на твой собственный взгляд лучше всего? Не знаю, я про это не думал Моя самая сильная сторона, на мой взгляд Что я умею какую-то долгосрочную стратегию, так сказать, делать Олег Филимонович Зачем вы технику втридорого продавали? Потому что мог себе позволить с этих нищебродов взять как следует А пельмени? В какой-то веке что-то полезное для людей делали Зачем продали? Да это вообще невыгодно людей кормить Я потом слил это дерьмо Оно загнулось, как и все остальное Я тебе что, лох какой-то, что ли? Ну да ладно Тинькофф начал свою блестящую карьеру бизнесмена простым фарцовщиком То есть барыгой или, если вам угодно, спекулянтом Кладеру продавал Давно? Ну, в студенческие годы покупал за 10 рублей Ночью продавал за 20 Студентом, по-моему А... Ну, шутил А Тинькофф был низкопробный фарцовщик В эпоху дефицита он не привозил товар в СССР и продавал Это для лохов Он покупал у тех, кто привозил И продавал Вот Вот она схема, достойная гения Тинькоффа Я сейчас живу весело Счастливо Так сказать И я живу, как я живу Я понимаю, что жизнь одна Еще продавая фрукты, он постоянно всех обвешивал И подобных бизнесов Олежа понаделал очень много Там, чего одна икра стоит И... Ну, я это все делал своим трудом Понимаешь? И я как бы горд тем, что я делаю И как я делаю Я умею подбирать команды Я умею подбирать людей Тихо Тинькофф Это человек И пиздобол Ой... В конце обзора я уверен Вы скажете, что мы преувеличиваем Ну вот, например Тинькофф придумал пивовара Порфирия Тинькова И якобы в честь него Он назвал свои ресторанные пивнушки Я стал популярным В смысле, там, лет 10 Это когда стал свои пивы делать Короче, всем навешивал лапши Что пивовар был И губернатор в честь него назвал переулок Слушай, мне непонятно Как губернатор Может брать вообще в руки 100 тысяч евро Вот мне это вообще непонятно Знакомьтесь Город Пушкин Тинькофф Переулок Конечно Это, в принципе, твоя глава Я же должен себя любить А если ты сам себя не любишь То кто тебя будет любить? Я никогда так не думаю про себя сильно много Зачем? Это мозг твой разрушает А еще Тинькофф очень жадный И тратит деньги только на себя Вопрос, зачем я летаю на Falcon? Чтобы деньги тратить Я хочу потратить деньги при своей жизни Я точно не хочу оставить деньги Ты им ничего не останешь? То есть они летают у меня экономом, между прочим И я им не даю самолет Что самое крутое Вы дарили или устраивали Для своих друзей, знакомых из прошлого Тех, у кого нет такого количества бабла? Да, слушай, я не знаю даже Я не пытаюсь кого-то там удивлять Все денежки только на себя Ну какие-то, не знаю А где? Где шикарные украшения на жене? Где машины? А ты ее видела, чтобы судить, есть ли у нее украшения? Ну говорят, что у нее с украшениями не так хорошо Как у тебя с спортивными автомобилями Знаешь, что говорят? Я понимаю, например, это, кто говорят Вот эта ваша тусовка Нищеброд Но вообще-то это комплексы 3% ее, так сказать, сейфа Не снилось своим всем подружкам Ваша тусовка вся Это татлер, там, шматлер Это зависть, потому что Не по сеньке шапка Они понимают, что моя жена Потому что она по сравнению с ними Она умнее их раз в пять всех Она красивее их раз в пять И с точки зрения денег Она богаче их в сто раз Понимаешь? Значит, у меня старше Богаче и умнее Нет Вот, ребята, это его жена Для не особо разбирающихся в красоте Жена находится слева А так вот, знайте Она красивее всех подруг Собчак Ровно в пять раз У нас все Просто где она, где они Они это понимают Они как шашки что-то лают Ты не на шутку завелся Потому что ты, честно говоря, под... С этой темой, что я жадный Ну потому что, ты знаешь, мою жену Они видят, а вот ты открываешь Посмотри, как она выглядит в сорок пять лет Вопрос уже не в жене Эти твои подружки в тридцать Соходи с опушен И хоть ты на них что там навешай Они... Это... Объясни, пожалуйста Почему тебя в опрожене в твоей жене Да, что я говорю Потому что это не... Ответ Потому что это неправда Девяностое время непростое И все, что тогда происходило Происходило с чьего-то дозволения Я вообще без отца рост И в люди выбился И знаете, что мы думаем? Бан Кинькова появился с дозволения Фридмана Я думаю, что Фридман с точки зрения Не моно-бизнесмена, а бизнесмен, который умеет управлять большим количеством активов Он, пожалуй, посильнее всех сейчас Мол, знаете как? Олежа, сынок Чьей ты херней маешься? Заведи уже нормальный бизнес Или наоборот Миша, Миша Хочу банк Как у тебя Ох, Тинько Я не буду больше карты твои резать А зачем такой нож в спину тогда? Очень просто Жадность Фрая разгубила Тинькофф хочет быть первым Он умеет создавать сильную команду Он очень жесткий Я денежек просто Миш побольше хотел Я тебе рассказал, как этот банк сделать А ты мой решил разрушить? Олежа Олежа, сука Я этот банк создал Это мой банк Это твой обоссанный желтый Кинькофф банк Это мой банк И ты такое выдаешь мне, а? Олежа На самом деле Это просто мое нормальное поведение Если оно кого-то шокирует И кто-то считает это эпатажным На мой взгляд, мне их жалко Потому что я там не пытаюсь кого-то удивить Или что-то Знаешь, вот Некогда устраивать освещение и репетировать Я читаю с экрана своего компьютера Прежде всего я хочу донести истину Которую надо знать, чтобы не повторять чужих ошибок Редко кто из тех, кто поработал в Тинькоффе Готов рассказать публично о своем печальном опыте Мало пока честных вызовов Мало Собственно, этот человек рассказывает, что Тинькофф относится к своим работникам как к скоту Потому что я отношусь к своим сотрудникам не как к быдлу, да? А как к хорошим, умным, российским ребятам Начнем с того, что хороший бренд Я про банк Тинькоффа Никогда никто не будет пиарить через раздражающие телефонные звонки и визиты на дом С мольбами Ну пожалуйста, пользуйтесь нашими картами На примере директора по маркетингу Тинькофф банка Олега Бармина Можно убедиться, что не платить зарплату и кидать сотрудников это в порядке вещей для Тинькоффа Оскорбить это меньшее, что делает Олежа Тинькофф может разбить о вашу голову кружку Ты как вообще этой кружкой сотрудников-то пиздер? Ты мне расскажи, а? Как? Ну, Миш, ну И вот так их нахлобучиваешь У Тинькофф банка нет отделений По структуре это обычный сетевой маркетинг На то, как одеты эти сотрудники И на то, что у них на мониторах Ты понимаешь, что это не совсем банк Его не волнует, сколько вы потратили времени и сил на выполнение той или иной задачи По зарабатыванию ему денег Олежа абсолютно на вас полевать Он может вам не платить, даже если вы заработали Алешка, запиши Тинькова в наши списки Мы к нему в первую очередь пойдем Больно лицо запоминающееся Седой, дерзкий В общем, не перепутаем, как в прошлый раз Я сделал пост перед обзором на своей странице Где спросил, что люди думают о Тинькове и его банке Собственно, люди думают все то же самое, что и мы Но при этом всеми подмечено, что дебетовые карты Тинькова очень удобные Мы спорить с этим не будем Да и какая разница Любая карта любого банка дебетовая, она удобная Подошел и рассчитался Что такого необычного в этих картах Сейчас у всех есть эти кэшбэки Ничего нового Сейчас вы просто охренеете от хитрожопости Тинькова Все, вот человек сейчас делает все транзакции Едя в метро с 3G Ну или Wi-Fi, если где-то есть От станции до станции И он делает все банковские операции А они до сих пор отделения строят Я не понимаю этих людей, что они делают Они сумасшедшие У Тиньков банка нет отделений Деньги с карты вы снимаете только с банкоматов других банков Смотрите, а я вот хочу квартиру продать И крупную сумму положить в ваш банк А как мне это сделать? То есть вы можете банковским переводом совершить пополнение Соответственно, с счета другого банка Помимо банковского перевода Вы можете также совершить пополнение через наших партнеров А это салоны связи МТС Через отделение Почты России С наличными имена Через сеть салонов связи Евросеть Сеть салонов связи связной И также сеть терминал Фликнет Но есть ограничения Соответственно Я открыл вклад, положил туда миллион семьсот Как мне их снять, когда они мне все понадобятся? Снять вы можете перевести на дебетовую карту Нашего банка И в дальнейшем с этой дебетовой карты Изымать денежные средства через банкомат Либо же на счет в другой банк можете перевести денежные средства То есть Тиньков банк пользуется салонами того же МТС Евросети и так далее Пользуется банкоматами других банков Даже счетами других банков пользуется Но при этом не понимает, зачем они нужны У любого банка есть абсолютно такие же мобильные приложения, как у Тинькова Вы также можете совершать банковские операции в метро Вывод Тиньков банк Без других банков Без салонов МТС, связного и других Маркетинговая пустота Тиньков банк во всех смыслах Абсолютно зависимая от других банков структура И Тиньков эту свою зависимую пустоту Называет лучшим продуктом Я всего лишь, так сказать, предлагаю лучший продукт И говорит, что никого не обманывает А я не обманываю, потому что мы действительно построили Самый большой онлайн-банк в мире И из этого здания мы управляем А шестью миллионами довольных клиентов Ничего, ничего, Алешка Мы еще добьемся с тобой справедливости Хорошо, я вам сейчас более подробно объясню Мы работаем с банками-партнерами Которые предоставляют ипотечный кредит Секунду Так ипотеку не вы даете, получается А какой-то другой банк? Да, полностью, наверное Они просто риэлторы Обычные риэлторы Я всего лишь, так сказать, предлагаю лучший продукт Ай, блин Ну, Олежа Ну, маэстро Молодец Не первый год бизнес ведет Знает, как в уши вкручивать Посмотрите топ банков, например, на том же Форбсе Или на сайте банки.ру И выберите из них Зачем вы пользуетесь какими-то фелькиными конторами? Помните, Центробанк каждый месяц отзывает у банков лицензии Только в прошлом месяце он отозвал 7 штук В том числе и у Югры А этот банк, не на шутку, занимал 29 место Это все на нас, Алешенька Мы еще тогда не со всеми буржуями разобрались Вот теперь приходится работу окончательно делать Но пока погоди чуть-чуть Хороший ты красноармеец, Алешенька Гляньте на этот шикарный логотипчик Ничего не напоминает? В самом деле, какой человек с высшим образованием поверит банде-недоучек? Но что если они не будут похожи на недоучек? Что если я научу их разводить людей с деньгами? С большими деньгами Я решил сделать небольшой ребраниц Господа, добро пожаловать в Стрэттен Окмен Мы новая компания с новым названием Компания, которой клиенты могут верить Наши корни уходят так глубоко в почву Уолл-Стрит Что даже наши основатели приплыли сюда на Мейфлауэре И высекли слова Стрэттен Окмен прямо на камне Плимутской скалы Банк основан в 2006 Что это за цифра? Киньков отбил свой банк у Фридриха Второго При Кунерсдорском сражении, что ли? Слушай, у меня же акция торгуется на бирже У меня сейчас тогда, когда писал Форбс Но сейчас ты не тот миллиардер или еще нет? Я не думаю У меня там, если учитывая мои котировки Не знаю, 700 миллионов, может, долларов Класс Киньков банк это чисто коммерческий банк То есть он зарабатывает исключительно на кредитах Он даже назывался раньше Киньков кредитные системы Киньков даже другие виды банков за банки не считает Чему вот ты Фридманом восхищаешься и банком Альфа Бан? А лежит вы мой Олежа, сука! А Беляевым открытием не восхищаешься? Ну я не считаю, что открытие это банк прежде всего А что это? Ну на мой взгляд это некий фонд Ну то есть понимаете, Олежа считает, что любой банк должен просто отдаивать с народа деньги кредитами То есть понимаете мотивацию человека? Делать какие-то серьезные вещи на материальной, так сказать, мотивации невозможно Меня лично мотивирует сделать крутой продукт И сейчас многие блогеры рекламируют именно кредитные карты Тиньков банка Бесконечное количество денег блогер может с нами заработать, но мы платим за выпущенную карту Именно кредитные, потому что Тиньков за дебетовый не платит, он на них не зарабатывает Так мы работаем с академиком и с другими блогерами Казалось бы, это же здорово для блогера рекламировать банк, представляете, целый банк, круто же Конечно все блогеры они продажные, это очевидно, только сказки рассказывают Но блогеры, Тиньков же вас презирает Они все блогеры, блядь, за бабки маму родную продадут, потом сказки рассказывают в интервью Швыряет вам деньги и говорит, жрите твари продажные Вам не стрёмно брать эти деньги? Как в голову людям не приходит, что кредиты это хуже казино? Казино последнее не забирает Казино не придет к вам и не отпишет имущество и не заберет его Я просто сегодня заказал кредитку от Тиньков банка Знаете, что там написано? Я даю согласие банку на осуществление взаимодействия с третьими лицами В том числе для цели возврата просроченной задолженности Вы сами расписываетесь в том, чтобы вашим родственникам потом угрожали И вообще, почитайте статьи про коллекторов Что они делают, это просто Вот, например, кадры с родного Тинькова Кузбасса Из Междуреченска Коллекторы избивали должников в боксерском зале Или вот, коллекторы зверски избили российского бизнесмена бутылкой шампанского Смотрите, какие Тиньков эсэмэски будет вам присылать Любой человек имеет право на ошибку и на последний шанс Банк дает вам 24 часа на оплату Тиньков банк Банк намерен предпринять все возможные меры для того, чтобы вы оплатили Удачи, Тиньков банк И эти угрозы за то, что вы купили себе стиральную машинку Телефон Пожрать в конце концов Потому что Тиньков банк специализируется на малых кредитах До 30 тысяч рублей Еще раз, блогеры Почему вы это не рассказываете, когда рекламируете Тинькова? А? Ну а начислять процент по кредитке Не на потраченную мною сумму А сразу на максимальный лимит Тем самым тупо обкрадывая Это вообще нормальная практика для банков Так что пользуйтесь На здоровье Привет, а тебя как зовут? Я Костик Автоблогер Костик, а хочешь ведерко под названием «И своя автобиография»? На кое оно мне? Костик, на дороге всех будешь нагибать Ведерко-то дорогое О, а что? Для этого, Костик, всего лишь навсего нужно продать своих подписчиков Не, и так я не могу Да никто не поймет Ты же не казино рекламируешь Просто скажешь, что тебе от меня кредит нужен Вот и все Тогда я согласен Своим лохам ящерам раздашь Все, понял? Давай Слушай, Костик, забыл спросить А сколько пердак твой стоит? Две Чего две? Две Све автобиографии Ну это дорого Нормально? Дорого Сюка Сжат Он мне денег этих лохов принес На десятки миллионов Сам с ведром ходит У вас нет ощущения, что Россия Ничего не происходит? В лучшем случае ничего не происходит А в худшем случае все хуже и хуже Я вообще не разделяю Отечный фессимизм От того, что все плохо, все плохо Я не вижу, что все так плохо Ничего хорошего нет Соглашусь с тобой Наверное, ничего хорошего не происходит Ну и какой-то там вот Деградации там особой Я не вижу Когда я разговариваю с моим друзьям Предпринимателями Все прям что-то плачут Все плохо, все так плохо Я так совсем все плохо не вижу Мне кажется, все больше Магазинов Ресторанов Кинотеатров Хороших дорог Москва чистая становится Я все был в Питере Своим родным Провел неделю майскую Отличную То есть Я какой-то позитивный тренд В общем на целом вижу Ну плюс я настолько много работаю А когда я не работаю Я стараюсь лежать из этой страны Ну там по климатическим соображениям Потому что у меня дети там У меня дети в Англии учатся На велике я люблю покататься Опять же это невозможно сделать Соответственно я не замечаю много негатива Вы спрашиваете, что это? Да ничего особенного Просто здесь живут люди И Тинькофф предпочитает на это не смотреть Пацан сказал, пацан сделал Я сибиряк У нас тоже за слова отвечают Как и у вас Конечно Кому это надо на это говно смотреть? Вот здесь живут люди Весь район такой Там я живу, поэтому я сама себе не буду Я не могу в этом стоять То есть а вот где дети кидают? Вот здесь? Да В этой лужке? Да Камушки кидают туда Более того, я считаю, Путина нужно сделать императором Потому что в этой стране Никакая демократия никогда не приживется Я в этом убежден Конечно, демократия в России не приживется Ты же, Олежа, сделал все для этого Технику в водяру продавал в Тридрога Пивом своим народ спаивал Сейчас кредитами мучаешь Меня можно резать на куски Я знаю этот народ Я с Камчатки вчера полетел Да это у меня в Астрахани свое Это народ, который... Ему нужен царь Одним словом, молодец Все правильно говоришь Респект тебе Человек любит спорт А как ты относишься к людям, которые не занимаются спортом? Таких тоже, к сожалению, много Ты тоже, как я Я, например, очень не люблю толстых У человека есть велокоманда Он ей гордится Моя команда, мы в том году Джероди Италии выиграли Видите, первый Это уникальный кубок И при этом даже не рекламировал Дело у пива Как? Я объясню, я попытаюсь объяснить Я вообще всех этих людей ненавижу Я их тупо эксплуатирую Они мне бизнес делают Я успешный человек Все, что я делал У меня везде был успех, да? Я сам хочу в хайф жить Почему я не должен людей спаивать Отдаивать его своими кредитами Это абсолютно нормально На моем бы месте так делал каждый И... ну я это все делал своим трудом Понимаешь? Просто все остальные чушки не умеют так делать И ходят, визжат Тинькофф, Тинькофф Кредитные системы, кредиты А вы все лохи просто Понимаешь? И я как бы горд тем, что я делаю И как я делаю Я умею подбирать команды Я умею подбирать людей Я умею выбирать бизнесы Я умею строить бизнесы Я ни одну копейку не украл Все свои деньги я сам заработал Знаете, какая причина того, что Тинькофф так обширно Раскинул свои понты в интернете? Кстати, мы сейчас третий банк в России после Сбера и Альфа по темпам роста Да, на рознице Ну, по сути, мы и так третьим банком не являемся Раньше он тратил кучу бабла на рекламу в телеке В первой половине 2016 года Тинькофф стал самым рекламированным брендом в русском ящике А сколько вы тратите рекламу на телевизор в год? Вообще на рекламу где-то 4 миллиарда рублей А сейчас далее же кодошло Вы понимаете, молодежь не пойдет в ваши банки Им нужны такие, как мы, онлайн-банки У него интернет-банк Какой к черту телек? Я понял две вещи Что я пропустил какую-то революцию вокруг меня Что там есть, так сказать, дневники хача Есть блогеры Блогеры И это вообще революция, которая случается в наших глазах Первое Пиар себя через хача Через интервью у корреспондентов И так далее, так далее, так далее Это вообще бесплатно А второе Реклама у блогеров куда дешевле, чем по телеку И куда эффективнее Феномен, конечно, хэштега меня поразил И количество подписчиков Я даже там посмеялся Я же сам иду в Инстаграм Бабки не будут заходить на какой-то сайт Заказывать себе кредитную карту И ждать курьера Я надеюсь, вы это понимаете Ладно, молодец Раскинул понты Замечательно Но смотрите, как поступает В ноябре 16-го Тинькофф объявил конкурс На лучшую рекламную идею Назначив приз 150 тысяч долларов Получив 5000 писем с идеями Что вы думаете? Оле же просто Всех кинул Пацан сказал, пацан сделал Я сибиряк Революционер Михаила! Разрешите я вот прямо сейчас кончу! Рано, Алешка, рано! Мы, к сожалению, тогда этот конкурс проморгали Но хотим исправиться И прямо сейчас предложить свою идею Вы живете в шикарной, съемной, обставленной, дорогой мебелью Двухкомнатной хрущевке? Получаете на заводе 15 тысяч рублей в месяц? У вас красавица, жена, трое детей И полный холодильник? Закажите кредитную карту Тинькофф банка И станьте ее счастливым обладателем Ой, не могу У вас ничего не изменится Но теперь хотя бы вы будете платить деньги мне Это очень удобно Особенно для меня Держи, держи его Олег, нам захватит, мы выигрываем у него в конкурсе Олежа, можешь по телевизору пустить, разрешаем Вы знаете, уважаемые господа Я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще Вы предлагаете передать власть фактически В руки населения Как только все люди поймут основу своего я Самоидентифицируются Управлять, то есть манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело Люди не хотят быть манипулируемы, когда они имеют знания Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации Возможность судить напрямую, получать непрепарированную информацию Через обученных правительствами аналитиков, политологов И огромные машины, которые спущены на голову Средства массовой информации, которые как бы независимы А на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации все равно Заняты построением, сохранением страт Так как в таком обществе жить? И мне от ваших рассуждений становится страшновато, честно говоря По поводу кредитов Система так навязала людям, что кредит это нормально Что люди даже имея деньги на руках Покупают всякое барахло в кредит Ребят Вы выглядите вот так Олег Филимонович, а что у вас с лицом? Фридмана опять встретил в коридоре Ничего, ничего, я еще какого-нибудь блогера заставлю за бабки Ну они же все продажные, ты же знаешь Заставлю насрать на крыльце банка его О, будет знать он Я, конечно, ему очко лизать не перестану Но ничего, будет знать он, как со мной связываться Кого ты можешь назвать не человеком, а машинкой по зарабатыванию денег? Я не знаю Ты их всех знаешь Я просто Фридман, нет? Я здесь не считаю, что Фридман не человек Машинка Вот когда говно на крыльце его банка будет лежать Он тогда поймет, под кем российский ютуб ходит Кто папка российского ютуба? Кто все это говно блогерское купил? Я ему строю Он постоянно говорит везде, что я продажный и все блогеры продажные Типа маму родную продадут Странно вообще от банкира это слышать Как говорится, не принято про благотворительность говорить Но поскольку на моем инстаграме я долго думал, делать мне ли это Но именно я поэтому сделал Потому что мне часто там вот эти всякие лохи пишут Ну другого слова нет Вот ты там весь миллиардер А что ты сделал в своей жизни? Построй там в своем родном городе школу А я в своем родном Ленске-Кузнецком Точно за 2 миллиона долларов построил новую школу И в инстаграме Поняли, да? Олежу натыкали носом И только после этого он решил построить школу Построить не для того, чтобы сделать свой город лучше Ему на него глубоко плевать А для того, чтобы носом больше не тыкали Чтобы в случае чего Можно было сказать Э, алло Я так-то школу построил Уважение, пожалуйста, ко мне У меня так-то миллиард двести Я еще миллиард отдал На благотворительность и просто помощь людям Это тоже взятки Знаете, прикол в чем? Ну, срал бы Тиньков и срал на людей втихаря Как он это делал раньше Так ведь нет Ему этого мало Он пришел на Ютуб У меня вот самый трэш-трэш Ад, адский Это Ютуб Вот все, что... Но я не понимаю, почему Мне кажется, там самые долбоебы просто какие-то Там самые злые И сказал Я вот весь из себя такой Вот Олегу Тинькову Такой же богом данный талант Делать бизнес Делать из ничего деньги Это данность Я на вас всех тут срал Я пришел вам с идеей какой Вот он я Любите меня Носите меня на руках Я тут снизошел Ты везде приходишь с такой идеей Вот он я Любите меня, Тиньков Давай быть реалистами А если что-то вас не устраивает Ну, что называется Мне их жалко Прям вообще жалко Вы вообще все продажные куски творожка подзалупного Стоять Стой Спокойно, Алешка Спокойно 10 июля был день рождения Никола Тесла Это был гениальный товарищ, если вы не в курсе В честь него назвали американскую компанию, которая производит электромобили Эта компания работает в убыток В 15-м году убытки составили около 900 миллионов долларов Но все равно в нее вкладывают деньги, например, пацанчики-основатели Гугла Эти два человека постоянно тратят свои деньги на что-то подобное Выразить им респект, которого они заслуживают, слов не хватит Еще, чтобы Тесла жила, страна предоставляет ей налоговые льготы По сути, вся Америка понимает Да, электромобили пока это не выгодно Но это будущее Представьте солнечные батареи, которые обеспечивают все ваши электрические бытовые нужды Представьте электромобиль, который заряжается от розетки Который питается от солнечных батарей От солнца Вам не надо платить никому денег Солнце бесплатное Но и это не главное Нам всем без выхлопных газов будет легче дышать Вот что эти ребята делают А что делает Тинькофф? Субав ты, кусок говна Как же тебе хомут посильнее затянуть, а? Это настоящая кредитная карта Тинькофф Банка Заказал на сайте, привезли через два дня Очень удобно Бесспорно Знаете, почему мы это сделали? Ну, во-первых, зная, кто такой Тинькофф Мне ее даже в руках держать неприятно Ну, это хрен бы с ним Так можно про любой банк сказать Но Тинькофф в который раз Просто раздувает пузы, называя свой банк Чуть ли не первым, а то и первым Кстати, мы сейчас третий банк в России После Сбера и Альфа По темпам роста, да, на рознице Ну, по сути, мы и так третьим банком являемся, да Вот, и по доле рынка По доле рынка кредитная карта Мы второй банк после Сбера Это не так В 2013 году для того, чтобы удачно продаться иностранным инвесторам Это очень плохо Тинькофф в сотый раз нам всем пиздит На самом деле, это просто мое нормальное поведение Если оно кого-то шокирует И кто-то считает это эпатажным На мой взгляд, мне их жалко Но, что называется, мне их жалко Но мне этих людей жалко, вот Он, как и раньше, продаст свой банк А мы с вами останемся ни с чем Ну, наверное, да Это абсолютно нормально На моем бы месте так делал каждый Я вообще так считаю Все эти нищеброды мне должны спасибо сказать Наш банк по раздаче кредитам уже на первом месте Скорее всего, в Российской Федерации Кроме банка Тинькофф, конечно Ну, это вообще, понятно, лучшее в мире Ну, по крайней мере, я так буду всем лохам заявлять Там вот придут ко мне корреспонденты всякие Еще кто-то подпишется Я всем буду говорить первое место Это классическая история Когда Олег Тинькофф расскажет, что Тинькофф банк клевый Так Я, в общем, соглашусь с этим Мне потом, потому что это говно Когда у него проблемы начнутся Нужно будет повыгоднее продать Миллиарда за три, за четыре И потом следующую хрень открыть Олегу Тинькоффу такой же богом данный талант Делать бизнес Делать из ничего деньги Это данность Вы думаете, почему Тинькофф делает свой типа бизнес в России А за границей только недвижимость покупает? Я не умею ничего делать за границей Потому что у меня таких талантов нету Там знает, кто он И он знает, что они знают Так и знайте вы Не делайте говно людям Не срите, думая, что кто-то уберет И тогда такой желтый гной, как Тинькофф и ему подобные Ну гной же это не оскорбление Сами собой исчезнут Все в наших с вами руках Как сказать Как там с колцой Кровь городов В сердце дождя Весни звезд У земли на устах Радость и грусть Смех и печаль Да Все в наших руках Ну а в качестве посткриптума Послушайте, как же все-таки Не просто избавиться от кредитки Тинькоффа Алексей Игоревич Пожалуйста, дождитесь ответа сотрудника Меня зовут Константин, здравствуйте Здравствуйте Я у вас недавно оформлял кредитную карту Хотел бы расторгнуть договор Одну минуту ожидайте, Алексей Игоревич Сейчас подготовлю все необходимое Благодарю вас за остание Должность по карте, соответственно, отсутствует О расторжении договора Вам придет СМС Либо наш сотрудник свяжется с вами В течение трех календарных дней До 25 июля включительно Вас приветствует Тинькофф Банк Меня зовут Карина, здравствуйте Здравствуйте, Карина Я тут расторгал договор по кредитной карте Мне обещали, что до 25-го Либо какая-то СМС-ка придет Либо свяжется со мной Что-то ни того, ни того не произошло Я вас поняла, Алексей Игоревич А не подскажете, когда вы расторгнули договор с нами? 22-го А когда должно... Вам сказали, когда сообщение должно было прийти? До 25-го Я вас поняла Ождайте, пожалуйста, одну-две минуты Я отдаю информацию Спасибо за ожидание, Алексей Игоревич Ождайте, пожалуйста, одну-две минуты Я уточню информацию специалиста Хорошо Спасибо за ожидание, Алексей Игоревич Для консультации по данному вопросу Я переключаю вас на соответствующего специалиста Пожалуйста, оставайтесь на линии Я же с вами на этом прощаюсь Всего доброго, до свидания Сотрудник банка Тиньков Владислав Здравствуйте Алексей Игоревич. Здравствуйте. Сейчас тогда информацию проверю по поводу вашего вопроса. Если вам не трудно, буквально одну минуту. Ожидайте, пожалуйста. Итак, спасибо за ожидание, Алексей Игоревич. По информации, которая была, да, вы внесли всю сумму задолженности, которая у вас была. Выносить больше ничего не нужно. Сейчас по поводу вашего обращения информацию проверяю. Если вам не трудно, буквально еще одну-две минуты. Ожидайте, пожалуйста. Благодарю вас за ожидание, Алексей Игоревич. Вас сейчас тогда переключаю на соответствующих специалистов, которые всю информацию вам предоставили в полном объеме. С вами я прощаюсь. Оставайтесь просто на линии. Всего вам доброго. До свидания. Да, что-то в этой вашей Кабале мне не захотелось находиться. Так, Алексей Игоревич, уточните, где Кабала? В смысле где? Ну, кредитная карта, это же не кредит, поэтому это кредит, да, если вы берете, вы сразу банку обязаны. Здесь я не вижу в кредитной карте никакой Кабалы. По-моему, тут я тоже сразу обязан, нет? Чем же вы обязаны? Вот вы, например, картой не пользуетесь, соответственно, банку ничего не платите. Вот на данный момент. Поэтому я и не пользовался. Опять же, Алексей Игоревич, даже если вы приняли решение пользоваться картой, вы же знаете, что есть беспроцентный период, то есть, чтобы банку процентов не платить, делайте покупку. Потратили сумму, внесли средства. Тут вопрос только во внимательности, да, чтобы вовремя отслеживать нужные платежи. Да, во внимательности, иначе можно вообще потом не отдать. Поэтому ясно, да. У нас все справляются, а во-вторых, это банковские продукты, то есть, если вы хотите с банками сотрудничать, то есть, нам, в принципе, в жизни приходится с банками сотрудничать, да, сейчас современная жизнь, без этого никак уже. Я вот 22-го казалось, что просторливый договор, вы до сих пор его не расторгли, что ли? И карта работает до сих пор? Алексей Игоревич, в смысле, работает. Я не вижу, чтобы вы картой пользовались. Я не понимаю, я не пользуюсь, она заблокирована, карта вообще? Вы оставили заявку 22-го. Мы, я уже вам приносила извинения за это, если нужно принести... Как это работает, да? То есть, ей может кто-нибудь довоспользоваться, если узнает ее данные? У вас пин-код, если вы сообщали кому-то и давали карту третьим лицам, но это опять же с вашего уже... Подождите, я 22-го сказал, что вы ее, вы расторгли со мной договор. Как она может работать, я не понимаю. Алексей Игоревич, мы договор расторгаем после блокировки счета по истечении 30 дней с момента блокировки процесса задолженности или переплаты. По условиям комплексного банковского обслуживания. То есть, у вас документы на руках, вы все подписали, то есть, вы, значит, в курсе этой информации. Ага, вот так. То есть, она работает до сих пор, я так понимаю, да? Да, у вас сейчас счеты в нормальном состоянии, потому что вы заявку оставили, да, сейчас мы с вами вместе проведем проверку и будем блокировать ваш счет. Как у вас сложно это все. Это стандартные банковские процедуры, Алексей Игоревич. Я думаю, в дальнейшем жизни вам пригодится еще не раз с этим столкнуться. Просто потому что... Стандартные банковские процедуры – это прийти в отделение и решить все свои вопросы. Вот это стандартная банковская процедура. Алексей Игоревич, сейчас все банки переходят на новый уровень обслуживания, поэтому отделение уже у нас остается в прошлом. Поверьте, в ближайшем будущем, я думаю, скоро все банки будут обслуживать дистанционно. Нет, если вы хотите с бабушками в очереди, то у нас есть банк, который такие услуги предоставляет. Ну не знаю, в том же Альфа-банке я ни одной бабушки вообще ни разу не видел. Представляете? Представляю. Тем не менее, даже с Альфа-банком всегда удобнее просто в любой момент позвонить, хоть днем, хоть ночью, и решить все свои вопросы. Так я тоже им звоню и решаю все свои вопросы. Хоть днем, хоть ночью. Вы нам звоните, решайте вопросы. Так о чем удобнее того же Альфа-банка? Потому что у нас все вопросы решаются дистанционно. Так я и там могу все вопросы решить, но только там я могу еще и прийти в отделение и лично поговорить с сотрудником и снять, например, приличную сумму. Чего сделать у вас я не могу. Можете, просто единственное, по кредитной карте это достаточно неэкономно. Не по кредитной карте, а по дебетовой. Смотрите, мне надо с карты снять миллион рублей, допустим. Как я могу это у вас сделать? Например, в Альфа-банке я прихожу в отделение и забираю этот миллион. А у вас как? Вы также можете прийти и снять банковское отделение в любое. Какое любое? В принципе, у нас от трех тысяч в любом банкомате можно снимать миллион. Мне надо, смотрите, да, миллион. Через пункты выдачи наличных. Это что за пункты? Где вы можете снять с карты наличные средства. Если вам необходимо именно снять миллион с дебетовой карты, то я приключу вас на специалиста. Да не надо мне сейчас, я просто задаю вопрос. Что за пункты выдачи такие? В банковских отделениях также приходят через кассу, просите. А, то есть я прихожу в отделение только другого банка, да? И вы мне говорите, что скоро отделений вообще не будет. А как же я буду снимать свой миллион? Алексей Игоревич, у вас, скажите, пожалуйста, есть наша карта, на которой лежит миллион? Нет. Ну, я бы хотел завести, например, но снять не смогу, как выясняет. Итак, на данный момент уже проверка подходит к концу. И вам, кстати, предложен на данный момент новый тариф от банка. Банк предлагает вам убрать годовое обслуживание, чтобы оно теперь было всегда бесплатным. Да мне не надо ничего. Я хочу, чтобы вы заблокировали карту и расторгивали договор. Все. Нет никаких проблем в этом. Итак, Алексей Игоревич, я так поняла, вы хотите заставить заявку на дебетовую карту, да? Ну, чтобы миллион туда положить, чтобы потом снять. Нет, ничего. А, хорошо. То есть я вас на сотрудника тоже для консультации, поэтому вопрос не переключаю. Да нет, я уже давно выяснял этот вопрос. Хорошо. Итак, у вас счет на данный момент блокируется, и договор у вас будет закрыт по истечению 30 дней с момента блокировки счета при отсутствии задолженности или переплаты. Подождите, какая это то, что задолженность? Вы же заблокировали карту. Какая задолженность? Если у вас по карте будет задолженность или переплата, то, соответственно, договор не будет расторгнутся автоматически по истечению 30 дней. Откуда она возьмется, если карта заблокирована? Алексей Игоревич, у вас сейчас есть задолженность или переплата? Ничего у меня нет, я даже ей не пользуюсь. Вам можно не переживать по этому вопросу. У вас еще есть ко мне какие-то вопросы? А, могу не переживать, да? Можете не переживать по этому поводу. У вас автоматически будет расторжение договора. Хорошо, спасибо.